Девушки отдыхают А вечером на дистанции 200 метров комплексным плаванием Игорь Бокий будет главным фаворитом. Мини-часа остается до матча Арины Соболенко в 1-16 финала престижного турнира в Цинциннате. Соперница белорусской Каролина Плишкова из Чехии. После вылета Виктория Азаренко, Александр Соснович, Соболенко, единственная белорусска. На турнире в 18.00 поединок будет показывать Беларусь 5. Здоровым детям перед прививкой никакой предварительной подготовки не требуется. Об этом заявили специалисты во время онлайн-конференции. При этом реакцию человека на препарат предсказать невозможно. Предварительных тестов не существует. Напомню, в понедельник в Ганцевичском районе после введения плановых прививок скончался двухмесячный малыш. Ведется расследование, однако врачи предполагают, что смерть произошла из-за анафилактического шока. Если ребенок имеет сопутствующую хроническую патологию, решение о вакцинации принимается индивидуально лечащим доктором на основании клинических и лабораторных исследований. Многолетний опыт вакцинации в Беларуси привел к исчезновению таких тяжелых заболеваний, как столбняк, полиомиелит и дифтерия. В тысячи раз снизились заболевания корью, краснухой, в каких случаях вакцинируются беременные женщины и можно ли делать прививки детям в более позднем возрасте. Смотрите в разделе онлайн-конференция на сайте TVR.BY, а также на YouTube-канале АТН. И сегодня смотрите новую серию специального проекта агентствователь новостей на контроле президента. Один из долгостроев с непростой историей – Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Когда завод заработает в полную мощь, какие претензии у госстандарта? И удастся ли заменить импорт картона из синтетических тканей? На контроле президента осмотреть сегодня после панорамы. Пропустил водитель на нерегулируемом переходе, поставь ему лайк. Сегодня в столице стартовала акция «Класс водителю». Выразить благодарность можно, просто показав большой палец. Кроме того, на улицах Минска появились и новые дорожные знаки, которые стимулируют участников проявлять вежливость на дорогах. Они не внесут изменения в правила дорожного движения. Таковы последние события в стране и в мире. Продолжим в 19 часов.